держимся дальше нас тема радости совершенно был такой друг у льва толстого как близкий человек джон Ревскин или Ревскин или Раскин по-разному переводится называть его Ревскин вот он такое искусство знанием занимался эстетикой то есть пытался какие-то вещи открыть в сердцах людей защищал природу этого мира и вот высказывание опять в этом управлении в этом ключе сейчас будем разбирать одно мы знаем или можем знать если захотим а именно что сердце и совесть человека божественные одно мы знаем или можем знать если захотим а если не захотим то и не узнаем а именно что сердце и совесть человека смотрите сердце и совесть по факту это одно и тоже сердце他 не мешок с мышцами мы говорим сейчас о тонком сердце о каком сердце мы говорим сердце тебе не хочется покоя сердце как хорошо нас эти жили сердце как хорошо что ты такое спасибо сердце что ты Ты умеешь-то любить, да? Это что умеет любить? Этот мешок сытой? Нет, это сердце на том, как влаги находится. Итак, сердце и совесть — это одна и та же сила. То есть любовь исходит от сверхдуши, от Бога в сердце. Совесть и сердце — это одно и то же. Это совесть человеческая умеет любить. Да, человек бессовестный поступок совершает, изменяет близкому человеку. Любовь заканчивается на этом. Потому что совести уже не будет в этих отношениях и не будет людей. То есть любовь бывает только в чистых отношениях. Любовь, мы говорим про секс, не про наслаждение, мы говорим про любовь. Знаете, что такое любовь? Это когда я верю в другого человека, вижу чистоту в него. Любовь означает, что вижу чистоту в человеке. Это видение происходит через совесть. Господь дает вид чистоту. Допустим, почему я с мужем своей женой живу? Потому что он хороший человек. Это видение, что он хороший человек, дает Бог. Если ты изменила ему, то ты уже не видишь, что он хороший человек. Кем ты его выжил? Плохим человеком. Понимаете, и семья разрушается таким образом. Потому что отношений нет. Отношения дает Бог. Совесть дает отношения. Поэтому люди так изучали этот вопрос, что же такое совесть. Однако мы знаем или можем знать, если захотим, а именно, что сердце и совесть человека божественны. Что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Мы божественную природу имеем с вами. Мы такие же, как совесть. Но только не можем управлять тем, что с нами происходит. Нас обижают, мы обижаемся. Нас бьют, мы становимся битыми. Замученными, понимаете? Но совесть, она никогда не меняется. Она всегда чистая и светлая. Она никогда не попадает под влияние судьбы. То есть мы тоже божественны, но мы имеем маленькую силу, маленькие истоки. А Бог, Он большая сила. Итак, человек сам является воплощенным, божественным, что его радость в любви, его страдания в гневе, его негодование при виде несправедливости, его слова, его слава в самопожертвовании являются вечными чувствами. Неоспоримыми доказательствами его единства с верховным существом. Что в этом о неинтересных преимуществах и не большом разнообразии, которые проявляются в нашей жизни. Человек является властелином над низшим миром. что в этом, в чем, в этом, в единстве с Богом. Единство как Он проявляется? В самопожертвовании. В том, что Он не хочет, чтобы была несправедливость. Когда Он гневается, Он страдает. Когда Он любит, Он радуется. В этом является проявление Его единства с Богом, а не в том, что Он закупил почти весь гипермаркет. не в преимуществах материальных и не в разнообразии материальных, а в Его способности проявлять глубокие чувства, дающие им возможность активно жить. Глубокие чувства. Куда возникает? Верю в близкого человека. Это глубокое чувство. Не верить в него — это какое чувство? Неглубокое. Это ерунда. Это означает, что я слабая. Я не могу создать отношения. Я разгневалась, значит, буду страдать. Я смогла выстоять отношения, значит, буду радоваться жизни. Я все смогу, я клятву, я не буду. Понимаете? То есть смог — будешь радоваться жизни. Не смог — старался, тоже будешь радоваться жизни. Начал огорчаться, гневаться, ненавидеть, злиться. Жизнь закончена. Все. Злоба — это не жизнь. Злоба — это не жизнь. Но он же плохой. Олег Геннадьевич, его надо наказать. Накажи. Наказать не означает злиться. Если ты имеешь право наказывать, то накажи. Но это не означает злиться. Можно с любовью же наказать. Злиться означает не жить. Просто подписать приговор своему бессилию перед циклами. Потому что, простив человек, обретает силу на ситуацию. Муж ушел. Что надо делать? Злиться или что надо делать? Надо сначала простить. Когда женщина прощает, она обретает силу на ситуацию. Потому что, когда она простила, она может с ним уже отношения строить. Какие? Как она уже посчитает? Нужно, допустим, он пришел повидать детей. Он ушел, он пришел повидать детей, допустим. Она не простила. Она хочет, допустим, чтобы он вернулся. Она может ему улыбаться уже. Может, она простила? Она не простила, не может улыбаться. Но когда она простила, она улыбается и не может. И он удивляется. Он говорит, ты чего улыбаешься? Я же ушел. Она говорит, как ты ушел? Здесь находишься? Никуда не ушел. Он говорит, нет, я здесь на пять минут всего. Она ему говорит, хорошо. И улыбается дальше. Она хочет думать, что-то здесь не то. Она, наверное, лучше, чем я думал. Видите? Победила судьбу. Уже просто победила. Но эта победа не человеческая сила так побеждать. Человек не может так побеждать. Он находится под длинном событий. Так может побеждать только его отношение с Богом. Если он в молитве живет и события отодвинул на второе место, ушел близкий человек, для меня это не важно. Для меня сейчас важно отношение со святостью. Я в этих отношениях воспрямо почувствовал, первая стадия какая. Я молюсь святому человеку, первая стадия какая. Что я почувствовал сначала? А? Да. Нет, энтузиазм не сразу. Спокойствие возникает сначала. Чувство, что все хорошо в моей жизни. У меня все хорошо. Кто достигал такого состояния? Третья стадия какая. Значит, это называется разумное существование. Вспали на путь разумной жизни. Следующая стадия какая. После спокойствия что происходит. Дальше. Радость, когда происходит. Чувство, что мы победим. Не просто все хорошо. Мы победим. Так. Кто почувствовал это в молитве? Радость, что мы победим. Дальше. Третья стадия какая. Мы победим. Это вторая. Третья. Кто испытал еще что-то от молитвы? Волитву. А? Возрение. Правильно. Это третья стадия. Это знание. Человек получает знание. Ох. Вот как мне надо жить. Он начинает понимать точно, что ему надо делать в жизни. Как он поступает. Третья стадия. Многие люди не доброют этого. А именно это и должно произойти в конце концов. Для этого молимся. Для того, чтобы пришло вот это чувство. Вот так надо действовать. Вот для чего все происходит. Четвертая стадия. Не дошли. Не дошли. Сейчас будем. Теоретически. Теоретически будем доходить. Четвертая стадия. Умиротворение. Как сила? Сила действия. Благодарить это уже на благодарность приходит уже на второй стадии, когда возникает радость. Когда человек просто успокоился и чувствует, что он победит судьбу, уже в благодарность приходит. Я говорю не об этом. Сила действовать. Это и есть то, что на четвертой стадии происходит. На четвертой стадии человек обретает способность побеждать. Он становится сильнее судьбы. Он встает с колен, встает на ноги. Пятая стадия. На пятой стадии человек даже действовать уже не хочет в этом направлении, потому что он знает, просто сама молитва и есть победа. Ему уже не надо ничего побеждать. Он знает, что все уже побеждено, потому что он просто продолжает молитву. И в этот момент человек достигает отречения. Нет, это уже другая. Тоже изучает. Все живые существа хотят знаний. Итак, может она по другой причине. Может от меня пахнет. Я не знаю, надо разобраться. Итак, идея в чем заключается? В том, что пятая стадия означает, что человек уже не привязан к этому миру. Он знает, что он уже счастлив, даже несмотря на то, что то, что происходит здесь, может и произойти. Видите, эта жизнь нужна только для того, чтобы сдать экзамен. Человек просто во время молитвы уже все экзамены сдал, и он уже своей жизнью помогает всем, кто его окружает. Этот человек действует без действий. Веды говорят, тот, кто действует без действий, он выше тех, кто не видит то, что происходит. Человек может просто сказать, и это сбывается на такой стадии. Понимаете? То есть действие без действий означает огромная сила внутри человека. Сила внутри человека. Меняющая судьбу других людей. Понимаете, о чем я говорю? Человек такой вообще не заботится о своей жизни уже, потому что он знает, что его жизнь уже защищена. Беспокоится о жизни других уже. Итак, мы говорим с вами о отношениях со святостью, с совестью и о радости совершенной. В этом и не в интересных преимуществах и не в большем разнообразии того, что происходит вокруг и наших желаний и инстинктов. Он сам является властелином над более низшим миром, поскольку он отрицает мнение сердца и совести, поскольку он из-за этого оскорбляет Отца Своего Небесного, а не светит его имя на земле, поскольку он следует за Ним и получает счастье от полноты его власти. Смотрите, насколько человек в суете живет в этом мире, попадает под влияние обиды, гнева, страдания, разочарования. Насколько человек привлекается внешними вещами, купить то, купить всё, заработать на квартиру, устроить ребёнка в инстинкте. Поскольку человек и получает счастье, насколько человек не следует этим инстинктам, настолько он и получает счастье. Ребёнку что нужно? Устроить его в институт? Не поможет ему это. Вот будет он человеком, это ему поможет. Чем больше ты с совестью своей в отношениях с этим ребёнком была рядом, столько и будешь ты испытывать счастья от своего ребёнка. Вот я как бы не вижу, что самое главное в моей жизни было то, что я в медицинский институт поступил. Я всю жизнь и с детства стремился постичь истину. Я занимался разными практиками духовными, пытался понять, сколько я себя помню, там, с 12 лет. Пытался понять более глубокий смысл жизни. И это дало мне силы поступить в институт. Мне не было сильно одарённости какой-то. Я вырос в семье необразованных таких сильных людей, со средним образованием, родителей, простые люди. Но из-за того, что я занимался самосовершенствованием, у меня были силы взять и заставить себя выучить всё, что нужно для того, чтобы сдать экзамен. Я сначала поступил в училище и сделал себе диплом с отличием, а потом один экзамен сдал и даже в конкурсе не участвовал в институте. Вне конкурса поступил. А конкурс там был такой, что поступить невозможно. Там было 3 или 5 человек на место, я уже не помню. Ну, такой вид на институте в Сомаре. Идея в чём заключается, что духовная сила человека стоит выше, чем его материальное образование. Поэтому ребёнок должен научиться жить, а не просто поступить куда-то, где бы там его тащили за уши, и диплом бы ему припили на лоб. За деньги опять же. Понимаете, что ребёнку нужно, а для этого ты сама должна этим жить. Видите, один вариант стремиться ребёнка в институт, а другой дать ему силу, чтобы он сам смог свою жизнь направить в нужное русло. Силу дать. За меня деньги не платили, когда я в институт поступал. И даже родители мне не дали этой силы. Но они мне дали такую судьбу, что я сам себе эту силу сформировал. Я за это не буду гадать. Они так жили, что мне пришлось ставить силу какую-то, накопить внутри себя. Я не могу сказать, что есть там много, но по крайней мере поступить в институт. Спасибо. Итак. Видите, очень важная тема. Это, ну, почему у меня так плохо всё в жизни? А чем мы занимаемся? Чем мы целый день занимаемся? Мы целыми днями только и пытаемся зарабатывать себе на жизнь, копить деньги, и там как-то устроиться в этой жизни. Сколько мы уделяем отношений, времени на отношения с совестью, на с той силой отношений, которые побеждают? Особенно в тех ситуациях, когда по-другому ничего не получается. Вот человек ушёл из жизни, что будете делать? Вы ему помогли? Нет? Одна. Так вы в 18 лет одна, и не понимаете, что вы в 18 лет не одна. Когда человек уходит из жизни, надо за него молиться, надо со святым человеком контактировать, мысленно кланяться, думать о чистоте его. Когда вспомнил, почувствовал чистоту святого человека. Дальше уже вспоминает своего родственника. И постепенно образ, сначала вы поймёте, что вы с ним связаны. Первое, что происходит, получите знание. Сначала получите по поводу своего родственника чувство, что всё хорошо. У вас даже этого чувства нет. Значит, вы для него ничего не делали вообще. Слушайте дальше. Сначала не ругайтесь, слушайте. Вот. Сначала вы почувствуете, что у него всё хорошо. Это не без вашей пользы, вины будет. Всё хорошо. Потом дальше вы почувствуете, что не просто всё хорошо, а всё так и должно было быть. И это нормально. Вы это почувствуете дальше. Следующее чувство, которое вы почувствуете, вы почувствуете знание об этом человеке. Почувствуете, что как с ним отношения строить дальше. Знание вам Бог даст, как отношения строить в этой ситуации. И следующее, что вы почувствуете, что вы помогли ему в своей жизни. В это время. Даже когда он ушёл, вы ему в это время помогли. Видите, я просто вам об этом рассказал, и вам уже легче стало. Вы уже не думаете о том, что... Это нормально. Но я сейчас, вы с вами о чём говорили сейчас, в отношении с вашим человеком. Я пытаюсь вскрыть эту проблему. Показать вам, как надо решать. То есть идея в чём заключается? В том, что нет поражения в этой жизни. Есть отсутствие знания. Эта жизнь, она направляет нас не туда. Она вот так вот вся. Понимаете, все люди вот так, они идут, как в этом анекдоте прежнем читает, народ и партия идут на говно. Народ и партия идут на... Илечить страничку. На говно. Гу. На говно. Понимаете, то есть этот мир так устроен, что люди в большинстве своём, они в забвении живут. То есть они живут не тем, что радость приносит настоящую. Вы дадим в этот... Ну, это всё надо, это всё надо. Нужно зарабатывать. Без этого не проживёшь правильно. То есть может в голду умереть или жить в нищете. Это всё нужно. Но я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, что когда человек хотя бы чуть-чуть времени уделяет на то, что является главным в его жизни, то все остальные события, они начинают по-другому строиться. Потому что такой человек в жизни обретает удачу. Удача означает, что у него всё получается в жизни. Понимаете, о чём я говорю? Удача у него становится. И все его мирские вот эти проблемы, они решаются легко с помощью этого знания. Как? Знание о чём? О чём знание? О том, что есть чистота человеческая, она имеет Божественную природу. С Богом можно сконтактировать только через святость. И когда ты с этой святостью общаешься в своём сердце, что происходит дальше? Победа происходит. Победа. Победа происходит. Потому что должно происходить какое-то событие. Каждый раз оно почему-то не происходит. Почему не происходит? Потому что нет силы. Почему нет сил? Ни кем занимаемся. Смотрите. Простой закон. Печень болит, чего мы лечим? Печень. А почему она болит? Потому что человек перегревается. У него просто... Он остро ест. Или он много ругается. Или много работал. Вот перегревается. Перегрева печени страдает. Надо охладить мотор. Надо или кушать менее горячую пищу. То есть горячая означает маслянистая, острая там и так далее. Или надо перестать гневаться, простить. Печень легче станет. Или нужно просто переехать в другой климат, жить, допустим. Но как это понять? Вот то, что я сказал, я уже выводы сделал. Но как понять, что, как вылечить печень? Мы же таблетки пьем. И она не вылечивается, потому что она перегревается, потому что что-то другое не так происходит. Почему я замуж не выхожу? Хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж. Но что-то другое, значит, не так происходит, потому что ты не получаешь этого результата. А что другое не так? Я вам объясняю. Не туда направленность. Хочу замуж. Можно хотеть всю жизнь и не выйти замуж, потому что надо отвлечься от этой идеи. И надо свои отношения со святостью начать устанавливать. И эти отношения, что дадут первое успокоение? Девушка успокаивается, ей надо замуж. Сейчас уже. Но она не может, потому что судьба не дает. Она начинает молитву, свои отношения со святостью. Первое, что происходит, она успокаивается. Когда она успокаивается, у нее щечки уже не бледные становятся, а румяные. Сначала красивые. Девушка краса, длинная коса, да? Щечки становятся красивыми. Почему? Потому что она спокойная становится, а не такая несчастная, что замуж не будет. Вторая стадия, что происходит? Она начинает чувствовать, что выйдет скоро замуж. Начинает чувствовать влияние Божественной силы. Третье, что происходит? Она понимает, как надо себя вести, чтобы замуж выйти. Потому что, естественно, как же девушки себя ведут, чтобы замуж выйти? Как они со естественными? Они рисуются, так? Улыбаются, перецы не будут. Какой результат? Кто привлекается ими? Те, кто замуж не дают. А что они хотят такой девушки? Секса просто, и потом. Обеду не жди, твой год. Не ставь дай. И пёсик там, и не знаю. Следующая стадия. Следующая стадия какая? Знание приходит, как на цели вести, и кто, за кого я замуж выйду. Следующая, четвертая стадия какая? Сила, женская сила появляется. Когда появляется женская сила, то в ряд выстраиваются женихи. И она смотрит, думает, а не подходит. Они посмотрят. Это подумает. и так далее. Понятно? Система. События, которые происходят, они просто указывают на то, как мы живём. Если мы живём неправильно, значит, события будут разрушать нашу жизнь, а если мы живём правильно, значит, события будут помогать нам жить. Таким образом, Бог через события общается с нами. Поэтому события есть всего лишь признак того, что мы что-то не так делаем. А некоторые люди думают, что события — это и есть моя жизнь. Нет, моя жизнь протекает в сердце. Здесь говорится о жизни в сердце, а не жизни в супермаркете. Жизнь в супермаркете — это результат жизни в сердце. И особенно об этом не надо думать. Сколько положено, столько и будет. Какие проблемы? И это хорошо же, а не плохо. Потому что больше всего положено для того, что внутри должно быть, по идее. Потому что там-то бесконечно много положено нам. А мы об этом совсем не думаем. Давайте погрузимся в буддийскую мудрость. Сейчас мы с вами немножко христианство поговорили, да? Потом чуть-чуть среди писателей. И сейчас из буддийских священных писателей писать. Зачем мы так все делаем? Я сейчас объясню, почему так. Потому что согласно представлениям той философии духовной, которую я исповедую, а также представлениями Льва Толстого и многих других близких моему сердцу людей, разумный, образованный человек понимает, что высшая истина и Господь проявляется во многих религиях по-разному, для разных людей с целью вести всех своих путем. Некоторые люди думают, что таковых верей Бог может быть проявлен. Эти люди, они малообразованы, малообразованы, они видели святости других вер. Надо немножко раскрыть глаза и попытаться это изучить. И они тогда увидят, что Бог проявляется в разных традициях духовных, по-разному. И все это разные пути одной дороги. Илья Толстой был таким человеком образованным, он это понимал очень много и поздно. И на самом деле духовно развитые люди во всех духовных традициях это понимают. Я имел счастье общаться с такими. Они понимают, что есть Бог в разных. И это чудо, что люди, имея очень сильную направленность в своей вере и имея общение с такими людьми, которые фанатеют, фанатить означает начинающие верующие, не развитые люди. Тем не менее они знают, что Бог есть и в других верах. И они радуются этому. Это значит, что они понимают Бога. Потому что Бог не такой уж губль, чтобы сделать только один какой-то путь. А все остальные идут и куда. Итак, давайте буддийскую буду послушать и включаем. Наша жизнь — следствие наших мыслей. Каких мыслей? Прошлых и настоящих. Чаще всего прошлых. Потому что настоящие возникают от прошлых. Допустим, если меня сегодня понесло куда-то, значит, это результат прошлых мыслей, которые влияют на меня сейчас. А куда меня может понести? А куда угодно? Неожиданно все происходит. мыслей рождаются где в голове? В сердце. Там, так вот, близкая мудрость пишет. Они рождаются в нашем сердце. Наша жизнь и наши мысли рождают в сердце. Она рождается в сердце жизни и зависит от наших мыслей. смотри теперь внимательно слушайте. Если человек говорит или действует со злой мыслью, страдание неотступно следует за ним, как колесо запятой вала, векущего по воску. Теперь осталось разобраться, что такое злая мысль, потому что ни один человек не считает, что он действует со злой мыслью. Все считают, что они действуют с доброй мыслью. Но одни любистрадуются, другие страдают в жизни. Все живут по-разному. Дальше смотрите, опять так же фраза начинается, потому что самая важная мысль подчеркивается много же раз. Наша жизнь средствия наших мыслей. Она рождается в нашем сердце, она творится нашей мысли. Видите, до этого было, она исходит из наших мыслей, теперь она творится нашей мысли. Теперь уже говорится о разуме человека, не в судьбе, потому что мысли возникают ой, хочу замуж. Это что такое? Время кармы, пришло время, хочется замуж. Теперь она творится нашей мыслью, как в жизни творится мыслью. Если человек говорит и действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидая его. Что такое добрая мысль? Проблема? Непонятно, что это такое. Я всем только добра желаю. Вы знаете, знаете, как сказано? Сейчас скажу. А я всем, Олег Геннадьевич, только добра желаю. Очень интересно. Ну, что же мордочка у тебя сморчилась, что ты всем только добра желаешь. Согласно этой буддистской мудрости, если ты всем только добра желаешь, радость следует за тобой, как тень никогда не покидаю. Потому что в этой фразе «А я Геннадьевич всем только добра желаю» есть недоговоренность какая-то. Договоренность заключается в том, «А они все козлы, мне добра не желаю». Вот в чем недоговоренность заключается. Это означает, что настрой неправильный. Нет знания. Ничего страшного, просто нет знания, как правильно сказать. В чем знание заключается? В том, что все люди, приносящие нам боль, это сотрудники нашей судьбы. Они это делают не по своей воле. Хватайте судьбами. Есть силы, которые управляют людьми в этом мире. Одна из другого буддийская мудрость говорит о том, что нет злых людей. Одни люди способны противостоять судьбе, а другие нет. И те, которые не могут противостоять судьбе, называются злыми людьми, а те, которые могут противостоять своей судьбе, называются добрыми. А так все люди одинаковые цели. Вот кто такие злые люди? Вот человека понесло, допустим, понесло, понесло, понесло. А что его понесло то собственно? А он видел девушку своей мечты, королеву красоты. А него уже трое детей. Живет у него уже трое детей, жена, вот, четыре сыночка, лапочка, дочка, да? У него уже там четыре сыночка, лапочка, дочка, и он увидел королеву красоты. Это хорошее чувство или нет? Полюбить девушку. Ну, это же хорошее чувство, он полюбил девушку. любовь, это же возвышенная вещь, правильно? Это влюбленность, это факт, но он-то воспринимает ее как любовь. И надо разобраться, понимаете? С одной стороны, я ждал вот этого человека всю жизнь, да? я полюбил ее, вот он, человек моей мечты, девушка моей мечты, королева красоты. Я полюбил ее, да? Но с другой стороны, у меня там уже нормально накопилось с родственниками. Потому что когда жену берешь, одну вот такую красивую, такая хрупкая, она такая красивая, хрупкая, ты еще не знаешь, что из нее повылазит. Девушку одну берешь, она такая красивая, хрупкая, небольшая, небольшая сравнительно. вот. Но даже сначала уже когда ты с ней познакомился, оказывается, что она очень сильно привязана к маме и папе. И тебе придется с мамой и папой с ее знакомиться, чтобы ее замуж взять. А мама и папа знают, что она к ним привязана, поэтому они тебя будут мучить. Уже это самое начало уже, то есть ты девушку взял, она красивая такая, сладкая, и оказывается она с мамой и папой знакомиться. А они такие не правильно говорили или нет? Правильно. Но это еще не все. В случае с королевой красоты он полюбил не девушку, а корону. Кого? Он полюбил корону. Корону. Потому что если бы она не была королевой красоты, то неизвестно. Как? Ну я с вами сейчас, конечно, соглашусь, но так или иначе давайте разберем этот случай, он очень важен. для нашей жизни. Потому что это как пример можно использовать дальше в любых таких подобных событиях. Смотрите, идея в чем заключается? В том, что у него очень много родственников образовалось в результате. И перед всеми есть свои обязанности. Видите? И обязанности закрывают отношения. Да есть обязанность, это отношение уже дальше забывается, что у нас есть близость, что мы любим друг друга, а просто пашешь, как ушат. Для того, чтобы просто все ням-ням хотят и все. Вот и тут летящей походкой, ну то есть увидел королеву красоты, конечно, взгляды встретились, конечно же, сразу полюбили друг друга. и дальше что? А дальше вот что? Это еще ничего не закончено, это только начало. А дальше у человека есть два варианта. Или он будет злой человек, или добрый. Когда он будет злым? Когда он пойдет и бросит своих родственников, да? Мы не говорим сейчас о том, что он пошел к любимым, мы не говорим об этом, да? Мы говорим о чем? Что он бросил родственников. Это злой поступок. Так? Все остались без отца. Так или нет? Когда он будет злым человеком, когда он пойдет на поводу своей судьбы, своего чувства, у судьбы означает чувство. Сейчас, допустим, мы всех считаем, это не любовь, это все фигня. Но если с нами это возникнет, то мы не будем так считать. Мы будем считать, что это и есть настоящая, блин, любовь, Олег Геннадьевич. Простите. Настоящая я. Я ее всю жизнь ждал. И вот, когда человек жертвует этим чувством настоящим, ради своей семьи, то этот человек будет что делать? Испытывать так, как он действует с доброй мыслью, поэтому он будет испытывать радость, будет следовать за ним, как тень, никогда не покидая. Как это происходит, нам непонятно. Это чудо. Вроде бы кажется, что всю жизнь буду несчастным, потому что вот она, любовь моя. Любил ли кто тебя, как я. Вот. И сам как бы отказался. Она с другим, да? Уже там с ним просто любовь. Вот. Вот. Радость не следует за ним. Вот это чудо. Вот это чудо. Понять невозможно. Вот так и будет. Потому что человек сдал экзамен, радость придет. И уже не сдал экзамен. Кажется, что у него все хорошо, но это всего лишь кажется. Истреби до счастья. Первый. Счастье в невежестве. Это сплошная иллюзия. Допустим, человек выпивает там. Человек выпивает там, гуляет. И он чувствует себя счастливым, да? Он говорит, да я счастлив. Это нормально. Но внешне так не кажется. Смотришь, у него лицо такое уже синеватое стало такое. Вот. Больше на морду похоже, чем на лицо. Вот. И как-то разговаривает, он уже так. Это странно очень. И на счастливого человека не похож, да? Кажется, что как-то все наоборот. Но он себя считает полностью счастливым при этом. Это называется счастье в невежестве или счастье от летящего движения вниз. Когда человек вниз летит, да? Сейчас есть такой вид спорта. делает себе пилочки такие вот. Это как летучие мыши, да? Натягивают ткань плотную. И со скалы так. И полетел. Маленькие парашютки взяли. И вот это полетел. И там планировать можно. Пока, так сказать, дома с высоты летишь, можно планировать там и вот так по-разному. Потому что скорость большая и ты как бы там плетишь. Супер. Но есть проблема. Не все успевают парашютик раскрыть. И знаете почему? Потому что увлекаются полетом. Все знают, на какой высоте надо парашютик раскрыть. Но кажется, что я склонирую еще чуть-чуть. И потом остается только кусок теплой тканью. Кучка такая небольшая. Почему так произошло? Потому что летел вниз. Понимаете, сама идея неправильная. Что это не способ испытывать счастье. Лететь вниз. Понимаете, не способ. Когда человек катится по жизни, это не способ испытывать счастье. И он думает, промазал. Мог бы сделать так, чтобы не посадили. Нет, это закономерность. Посадят обязательно. Вопрос, когда? Итак, второй вид счастья, это счастье в страсти. Когда человек не катится, он не катится, но и никуда не развивается. Он просто пользуется тем, что есть. Вот человек одаренный будет получать благо от этой жизни. И смотрите, все фильмы сейчас в основном показывают вот этот вид счастья, счастья в страсти. Что я, типа, властелин своей судьбы? Какая идея фильма? Я как бы беру и я побеждаю. Меня убить невозможно, всех остальных нет проблем. Почему? Что это такое счастье в страсти? это означает, что я верю в свою удачу. Понимаете? Я верю в свою удачу. Но здесь есть одна проблема. Проблема заключается в том, что удача кончается. Люди, которые живут в страсти, они пользуются тем, что было. Что такое удача? Это просто благочесть. Люди, которые в страсти живут, они не молятся, они жизнь свою не углубляют, они просто пользуются тем, что есть. они хотят в этой жизни стать успешными. Они создают судьбу. Что такое благочестие? Благочестие это то, что сделано сердцем. Если ты молился, добрые дела совершал, ты рождаешь новую счастливую судьбу. А если ты просто работал, развивался, учился и просто деньги зарабатывал, ты никакую новую судьбу не создаешь. Ты пользуешься тем, что есть только и все. И поэтому этот успех людей в страсти он всегда имеет стадии. Первая стадия награжденная, что сказку сделать пылью, то есть стадия оптимизма, то есть идем вперед. Вторая стадия тяжело, трудно жить становится. Паша, третья стадия надлом, четвертая стадия разочарование, пятая стадия разруха. Метель, страсть это то, что должно привести или к благости или к невежеству. Если человек, живя в страсти, вот такой жизнью, там, трудовой, как он говорит, и начинает интересоваться душой, то есть самим собой, то неизбежно придет разруха в его жизни. Хоть он миллионер, мультимиллионер, там, какой угодно, потому что хоть ты какой миллионер, но у тебя если нет светлых отношений с близкими, твоя жизнь просто попусту, пустую протекает и все. Мне как-то один миллионер, мультимиллионер пригласил, а может миллиард, проконсультировать его. Но я не буду как говорить никто. Идея в том, что строят очень и очень большие дома. Такие, которые нам и не снились. Такие. Москве. Ну, неважно. Итак, этот человек пригласил меня проконсультировать себя. Когда я пришел к нему, там он будет в этой высотке своей один этаж занимал, там и храма была и все прочее. Я когда с ним встретился, сел, он такой смотрит на меня, да что можешь? И я говорю, я могу лечить. Он такой, ну, лечи. Лечи меня. Наша беседа недолго длилась. Я ему рассказал свои представления о жизни. Позевал немножко. Но в это время я увидел его жену, увидел его сына. Я увидел, что между ними нет отношения. Они как чужие люди ходят, там вот такие. Чужие, замученные люди, замученные жизнью люди. Я увидел в глазах этого человека спесь, много спеси, много понтов, так по-русски сказать. Но настоящего счастья, радости совершенной от всего этого я не имею. Почему я такой пример привожу? Потому что, ну, куда еще больше? Если человек обладает таким богатством, и при этом он имеет вот такую личную жизнь, такие отношения, то куда надо? Дальше все бессмысленно. В этом направлении все бессмысленно дальше. Можно по этому примеру уже сделать вывод. Нет отношений, нет жизни. Жизнь протекает в сердце. Она не протекает просто в наличии больших количеств зданий. Я когда выходил оттуда, то секретарша подошла ко мне и говорит, сколько стоит ваша консультация? Я говорю, я за консультацию деньги не беру. Закармливый, пошел. Вот дурак. Можно было повесить? Парень взял. Сумасшедший. Дальше смотрите рассказан секрет несчастной жизни. Внимательно слушайте. Он обидел меня, он восторжествовал надо мной, он прорвотил меня, он который встревожен такими мыслями никогда не угасает страдания и ненависть. Видите, судьба издевается над нами, она берет и дает нам подчетчик. Для чего? Для того, чтобы мы ненависть дальше культивилили, сдвились. Цель какая? Для того, чтобы мы славили лучше. Для того, чтобы мы с помощью молитвы к отношению со святостью научились прощать. И тогда радость совершенная приходит в нашу жизнь. На более высоком уровне уже. Для чего судьба так сделала? Чтобы перевести нас на более высокий уровень, а не для того, чтобы мы несчастными всю жизнь оставались. Заканчиваем? Сколько времени? Девять часов? Ибо ненавистью побеждается исходящее из ненависти. Оно угощается любовью такой вечный закон. А так как мы нищие в любви, у нас нет любви, мы пользуемся ей, мы хотим себе любви. Поэтому отношение, что такое отношение? Отношение — это сила, которая передает судьбу. Вот допустим, я с кем близкий отношение строю, такая у меня жизнь потом формируется в моем сердце. Понимаете? отношение меняет судьбу человека, отношение близкий. Когда мы отношения со святостью строим в своем сердце, только тогда мы можем с любовью относиться ко всем, ко всем, кто нас окружает. Потому что любовь — это не то, что само собой в нас живет. Любовь — это сила, исходящая от Бога. Мы нуждаемся в любви, мы не источник любви. Когда человек со святым человеком, со святостью строит отношение, любовь воцаряется в его сердце, и он может ее давать, дарить в любви. Из любви исходит понимание людей, вхождение в их ситуацию. Почему мы не входим в ситуацию других людей? Потому что не хватает силы. Тяжело и так со своей ты не справишься ситуацией еще. Чувствуй боль других. Доброта — это что такое? Чувствуй боль других. Почему у нас нет сострадания, сострадания? Потому что не хватает силы любви. Мы нищие только по одной причине, чтобы мы не уделяли слишком большого важного значения отношений с чистотой в этом мире. Большинство людей вообще считает, что ее нет. Большинство людей считает, что вообще нет святых людей. Вон, сейчас возьми в интернет зайти, обо всех можно все узнать. И что же вы узнаете обо всех и все? Вы с упражнением просто ковыряетесь и все. У упражнений, потому что у каждого человека есть чисто и светлое. Нет, мы хотим ищу святости в людях и тогда побеждаю и свои страдания и даже могу помочь этому человеку. Потому что между людьми есть только два типа правильных отношений. Первый тип отношений я получаю чистоту от кого-то. Второй тип отношений я отдаю чистоту кому-то. Если, допустим, видите, что вы от кого-то не можете чистоту получить, тогда отдайте и проблемы. Отдать чистоту не означает видеть в нем плохое. Понимаете? Поэтому критический настрой или попытка узнать что-то плохое от человека это как раз и есть та сила, которая полностью разрушает судьбу. нам не должно быть интересно ничего плохого к другому. Это не помогает. Не можешь с человеком строить отношения? Не строить. В сердце своем любви внешне не строить. Не нужно близкие отношения строить с тем, кого ты не перевариваешь. Но есть близкие отношения, супружеские отношения. Их никогда не нужно разрушать. Не можешь близкие отношения с супругом строить. Это нормально. Почему я не могу близкие отношения с супругом строить. Потому что такой уровень моего развития. Есть три уровня развития Личности. Слушайте меня, понимаете. Все люди, которые живут на этой земле, все без исключения, которые не занимаются духовной практикой, не имеют вообще никаких отношений друг с другом. Потому что отношения можно только строить в борьбе. Понимаете, отношения это то, что из труда исходит, а не просто из того, что мне повезло. Это только из труда исходит. Итак, те, которые не занимаются духовной практикой, нет отношений. Они просто делают вид, что у них есть отношения к другу. Наслаждается. Как раздается? То есть мы балдеем наслаждаемся. Но это все временно. Почему? Потому что при этом времени люди страдают. Те люди, которые скрывают свою судьбу или становятся счастливыми, три типа таких людей есть. Первый тип — это люди, которые встали на путь борьбы со своей судьбой. Эти люди могут строить отношения только со самыми возвышенными людьми в своем сердце. Потому что со всеми остальными у них не хватает силы. Они только выбирают себе какой-то внутренний идеал для того, чтобы следовать за ним, и могут только с ним строить такие отношения. А больше ни на кого не хватает силы. Потому что негатив преобладает, побеждает во всем негативе. Второй тип людей — это те, которые могут со старшими духовно строить отношения. Этот спектр уже очень широкий, старший становится для них. Не один старший, а много старше. И на этом уровне, вот этом, на втором человек также побеждает в себе нелюбовь к другим верам. Она всегда живет где-то в сердце. Но на этом уровне человек уже побеждает. Он уже видит, что есть чистота везде, где присутствует вера. И дальше, на этом уровне, человек может уже строить отношения с равными, глубокими. И дает знания младшим. То есть, начинает уже счастье свое передавать другим на этом уровне. И есть еще третий уровень развития Личности. И вот этот третий уровень называется святостью. На этом уровне человек всем может передавать свое счастье. И тем, кто стремится к духовному. Потому что на втором человек находится все равно в рамках тех людей, которые стремятся к духовному. Он не может строить отношения с теми, кто не хочет работать над собой. Он просто желает счастья, но держится от них чуть-чуть на расстоянии. Не строит с ними близкие отношения. А вот на третьем уровне человек всем может давать уже любовь. Без исключения. И не только людям, а также другим живым существам. Понимаете, да? Поэтому, если у вас нет отношений с вашим мужем или детьми, это ничего особенного в этом мире. Это то же самое, что у всех остальных. Просто одни люди делают вид, что у них есть отношения, а другие это не скрывают. Это все. отношения начинаются тогда, когда мы способны энергию любви от Бога взять через чистоту, через веру в чистоту. Когда мы перестаем критиковать старших или думать о людьми достатках, начинаем только не таро эту чистоту культивировать в отношениях с ними. Ведь когда человек наполняется этой силой чистоты внутренней, тогда только он сможет ее начинать строить близких отношений с своими родственниками, детьми, и тогда только начинается воспитание по сути. Для этого нет никакого воспитания. Я отвечу на ваши вопросы завтра. Завтра в начале лекции будут ответы на вопросы. Хорошо? Часть лекции будем отвечать на вопросы, потом продолжать. Вот по этой книге. Вам понравилась беседа вот эта книга? Интересно? Спасибо вам. Сейчас у нас будет необычный мероприятие. Я надеюсь, что исполнители, которые здесь были, не ушли. Они есть ли? Есть ли нет? Я не ответа не получил. Нет, нет. Пожалуйста, вы хотите, сейчас они будут играть и тихонечко петь, а мы будем с вами подать музыку, потому что они добрые чувства выражают. Это очень важно. Мы будем подать музыку, сейчас сидите, у нас будет такая практика духовная. если кто-то торопится, надо, конечно, лежать уже. Да? Ну, простите, что вот так получилось. посмотрите, настоящая возможность понять, что молитва, она приходит только, когда очень много людей собираются вместе. Потому что сила вот этого позитива, она увеличивается многократно. Поэтому для меня вот такие собрания, когда мы вместе с вами собираемся, для меня это очень-очень необычное время. Я испытываю очень сильную благодарность судьбы, когда судьба дает такую возможность вместе сейчас нам с вами позаниматься в этой практике. Практика будет очень простая. Мы не будем прочитать никакие молитвы конкретные. Мы будем просто повторять «Я желаю всем счастья». Почему так? Потому что цель всей любой молитвы это дарить людям радость. Это мы будем просто говорить о цели. говорить о цели с вами. Но цель нашего собрания сейчас как меняется моя жизнь в процессе вот этой деятельности. Сейчас мы не будем думать о своей жизни. Мы будем думать о других людях. Будем кланяться мысленно святому человеку. Будем мысленно кланяться святому человеку с вами. думать о нем не о себе о нем и мысленно просить «Пожалуйста, я хочу служить твоей чистоте. Займи меня в служении у себя. Я много-много дней и лет прожил пустой жизни или прожил пустой жизни. Пожалуйста, дай мне возможность получить от твоего источника для того, чтобы отдать это другим. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Это как результат. Наш настрой вот такой. Вспомните какого-то святого человека. Не думайте, что нет контакта. Вспомните, подумайте о святости. Пускай это будет на иконе, если вы не верите, что живые люди и святые. Просто подумайте с иконой. Пускай это будет Сергей Радничский, Серафим Саровский и так далее. Установится немедленно контакт. И потом нужно, я желаю всем счастья, значит, я хочу тебе служить. Потому что святые люди живут только этой счастью у них нет никакого другого смысла в жизни. Никакого другого смысла. И наша цель в жизни должна быть такой, но из-за невежества мы этого не понимаем. И сейчас цель этого медитации научиться хотя бы капельку правильного понимания жизни получить свое сердце. Эта капелька во всех наших делах нам поможет. Я желаю всем счастья. Я желаю благодать . Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всех Я живаю всем. 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 счастье. Я живаю всем. счастье. Я живаю всем. счастье. 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 Я живаю всем. 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 Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.